С вами канал «Учебник вслух». История древнего мира. Пятый класс. Тема урока – Римская империя при Константине. Вторжение варваров. Суровая необходимость вынуждала римлян держать на границах большие армии. В пределы империи непрерывно вторгались племена варваров. Этим словом греки и римляне называли народности, чей язык они не понимали и которые казались им грубыми и необразованными. Особенно страдали западные провинции империи от набегов германских племен. Римские полководцы использовали свои армии не только для обороны границ, но и для борьбы за императорскую власть. Император Константин. В начале IV века в ожесточенной борьбе полководцев одержал вверх один из них – Константин. По его приказу в Риме воздвигли триумфальную арку. Впервые установили такую арку в честь победы одних римлян над другими. При этом безжалостно сорвали статуи и рельефы с арки лучшего из императоров – Трояна и поместили их на арку Константина. Константин носил пышные, шитые золотом одежды, корону, украшенную драгоценностями. Он был неограниченным правителем империи. Его воля была законом для всех. Даже ближайшие советники Константина не имели права сидеть в присутствии императора. При Константине возросла численность армии. В ней, наряду с римлянами, служили жители многих провинций – галлы, германцы, сирийцы. Прикрепление колонов к земле. Положение колонов менялось к худшему. Они должны были теперь платить, кроме части урожая владельцу земли, еще и налог в императорскую казну. Доведенные до отчаяния колонны бежали кто куда. Борясь с избегством колонов, Константин издал указ, запрещавший им уходить с участков, которые они обрабатывали. Дети колонов должны были оставаться в том месте, где родились, и обрабатывать ту же землю, что и их родители. Перемены в положении христиан. Во времена Константина во всех провинциях империи было много христиан. В каждом городе верующие выбирали одного или нескольких священников. Из их числа выбирали главного руководителя христиан целой области. Он назывался епископ, в переводе с греческого – «надзирающий». Епископы всячески убеждали римские власти в том, что христиане им не опасны. «Мы молимся об императорах, их слугах и всех властях», – повторяли они. Константин понял, что христиане не призывают к свержению императора и разрушению римского государства. Ведь еще апостол Павел учил «нет власти не от Бога». Противящийся власти противится Божию установлению. В 313 году н.э. Константин издал указ, разрешающий христианам строить храмы и открыто молиться. Преследования за веру в Христа прекратились. Христиане стали оказывать Константину поддержку. Более того, до сих пор христиане во всем мире почитают Константина и его мать Елену, которая была ревностной христианкой. После указа Константина все епископы разных городов стали открыто собираться вместе, чтобы договориться о том, как правильно молиться Богу, когда отмечать христианские праздники, например, Рождество Христова и Пасху, Воскресение Иисуса. Епископы определили, какие книги, написанные об Иисусе и его учении, считать священными. Эти книги составили вторую часть Библии – Новый Завет. Среди христиан приобрел большое влияние епископ города Рима. Он стал называть себя Папой. По-гречески – Папос, отец. Согласно легенде, первым епископом Рима был ученик Иисуса, апостол Петр. Перенесение столицы. Константин не любил Рим, бывал в нем редко, предпочитая жить в других городах. Он замыслил перенести столицу из Рима на восток, подальше от вторжения германцев. Местом для столицы он выбрал греческий город Византий на берегу пролива Босфор. Здесь находился перекресток путей – водного из Средиземного моря в Черное и сухопутного из Малой Азии в Европу. По воле императора старые дома снесли, а вместо них построили дворцы и жилые дома, водопроводы и бани, театры и цирк. Воздвигли там и христианские храмы. Для украшения новой столицы Константин не постеснялся ограбить Рим, Афины и другие города империи. Оттуда вывезли красивейшие статуи и колонны, выломав их из портиков и храмов. Город стал называться Константинополем в честь его основателя. С 330 года нашей эры столицей империи был уже не Рим, а Константинополь. Описание ада и рая в книгах, созданных христианами. Праведники попадают в рай. Это огромное пространство, сияющее сверхярким светом. Земля полна ароматов и прекрасно цветущих растений, приносящих благословенные плоды. Все носят там светлые одежды и, радуясь, единым голосом славят Господа Бога. Грешники попадают в ад. Там глубокие пропасти, в которых кружатся огненные вихри. Там темные пещеры, в которых ползают шипящие змеи и из которых идет зловоние. Души грешников, окутанные серой и дымом, пытаются высунуться из этих пещер, чтобы вдохнуть свежий воздух. Но стражи не дают им это сделать. В аду каждая душа получает по заслугам. За язык подвешены клеветники и лжецы. За руки подвешены отнимавшие чужое, кто воровал, никогда не приходил на помощь нуждавшимся.